Привет зрители! Сначала я хотела сделать шорт, а потом думала, а чё уж это как бы я думаю человеку приятно и мне нормально и чтоб не писать отдельно потом еще видео короче шорт вот и так я это пока еще не отсобачивала. Подписчица Наташа сделала мне дофига подарок к моему дню варенья. Я сегодня его с вайбер забрала. Кимоно. Причем все вот практически все то что я сама себе хотела купить или думала. Халатик у меня есть как бы но он уже такой. Я в последнее время покупаю халатики чисто как вот нацепить. Самый дешевый какой был. По последней скидке последний размер. А тут думаю может купить себе халатик какой-нибудь именно такой и прикольный и чтобы нормальный был. Но думаю потом как не сделала. Так вот тут видимо завязывается вот так. Кимонов у меня еще не было. Я его в поверх тут домашнего платья нацепила. Тут даже есть куда это вставляется. Ну я давно не делала же во материи. Тебе это не идет или наоборот идет или похудей или потолстей. Ну решила что пусть будет и обзор одежды и вообще все что тут есть. Сейчас узнаю есть ли тут карманчик. Обалдеть. Тут есть карманчики Наташа. Ты вообще хороший человек. Ты прям знаешь что я люблю. Я всем подряд говорю что я люблю карманчики. Короче это вот. Я сейчас отползу тут. Я что решила записать то не шерцем а нормально. Ну тот шерц я тоже смонтирую. Мне презентовали сумочку шипер. А она не обо что. Она короче тут на кнопках. Из такого не то чтобы фисташковый материал цвет. А материал он такой вот. Ну я не знаю вот так вот. Я сейчас подползу. Я все никак не соображу как делать так. Ну может вертикально конечно я сначала думала поставить. А вертикально опять в ограниченном минуту. Если на YouTube в шорсе то минимум максимум 60 секунд. Если на этот самый Reels в Инсту то оказывается полторы минуты. Хотя какое-то время там было. и до трех минут и до десяти. В общем я как-то не очень любаюсь в этот Инсту. Ну так вот. Вау. Это не просто сумочка шопер. Вот тут короче такая вереветовая что ли ткань. Я не знаю может не вереветовая. Но мне вот что-то на ум пришло вот это вот веревет. Короче тут прикольная плотная ткань. Вот тут вот прям такое прямоугольное хорошее дно. А внутри во-первых кнопочки. Во-вторых прокладка. Фу. Подкладка пардон. Такая вот. Тут еще вон. Ну короче то что тебе нужно. Только одна вещь. И празднуй свою жизнь. Или что-то в этом более. С листиком такая. Если бы это была косметика я бы сказала не тестируется на животных. Я правда тут на днях увидела. Ну я не первый раз наверное вижу просто. До мозга костей дошло. Точнее дошло до меня. Что что-то оно как-то отличается. Но есть значок не тестируется на животных. А есть значок оказывается у Эйвен. Типа тестируется на каких-то альтернативных животных. Ну это вообще тема наверное для Мунбанга. Или как вот там стрима. Я даже сегодня думала приду. Может постримить. А ну ну блин я такая уставшая. Я хотела сегодня сделать этот. Начать таять. Рыбу провернуть. Еще что-то. Ну и думаю да не надо. Дать от глазам отдохнуть. Я же тут увязалась. С нового написания отзывов на Арик. И так удачно. 46 отзывов за месяц. Короче вот. Ее можно надеть на плечо. Эту сумочку шопер. Нахуй. Делать на себя. В планшет как-то выглядит. Вот. Я поперлся в кимоно куда-нибудь. Ой. У меня наверное тут слегка бардак видно. Но я вообще-то убиралась на днях. Если там пакет. Это он. Там пакет с землей с горшком. Он уже месяца три ждет. Когда перее. Кошка. Ты что-то тут творишь. Когда я короче говоря. Я пересажу цветы. А. Там резиночка. И вот если слышны эти звуки. То эта кошка пытается резиночку отсобачить. Рубашечка. Рубашечка из шерсти. Рисунок крупная клетка. Коричневый. Состав шерсть. Шерсть. 12% шерсть. 50% хлопок. 38% п. Сделано в России. А вот на этой написано шерсть. Ну короче. Кому верить не знаем. Но так. Наверное сначала снять. Вот я попросьба. Сделают у нас к лету магнит. У нас же в районе теперь только один магазин. Я как всегда узнаю последнее. В последний момент уже когда я что-то все закрылась. А фортуна к сожалению закрылась. Очень жаль. Но мне в мясном ряду сказали. Что вроде вместо фортуны будет что-то другое. В общем в магните у нас там делают лестницу. Магнитовскую. Поэтому он закрыт. А я на днях еще видела. Думаю на даже магнит. Поздно вечером загружают этот. При воз. А оказывается там от воз был. Так вот попросят летом значит или весной в кимоно. Ну почему бы в халате не дойти до этого. До магазина. Вот мне прохладно. И я нацеплю эту рубашечку. На самом деле хорошую рубашечку. Ее можно вот под эту мою куртяху теплую. Зимнюю нацепить на какой-нибудь топик. Потому что я сейчас выползаю. У меня водолазка в стирке. Никак руки не дойдут запустить эту стиралку. И я выхожу на улицу. Даже до родни или до магазина. Или до вайбериса. Раздеваться нигде не надо. В кофте домашней. От домашнего костюма. И поверх уже куртяха. Иногда вот чувствую, что вроде как прохладно. Надо бы что-то поверх. Вот. Вот. И тут главное кармашки не обмашки. Эти кармашки не обмашки. Я обнаружила еще когда в примерочной вайберис была. Ну, по ходу дела оверсайд. Или типа того. Но зато можно под нее что-то будет нацепить. Я на себя как капуста все нацеплю. Сумочка у меня тут на плече будет. Я просто в планшет смотрюсь как в зеркало. Потому что он же камеру отображает. Да, вот у меня эти все еще не все фигни на ногах зажили. О, у меня залито сколько этих фигней. Которые зажили. Они зажили. Ну, я сегодня лежу с кошкой. Она мур-мур-мур как в меня цепится. Я говорю, кошка, у меня только все зажило. И снова ты здрасте. Так вот. Тут есть... Та-да. Я покупала уже какие-то хрен знает какие кроссовки. Одни потому что по цвету понравились. Но что-то мне пальцы стало больно в них в конце прошлого года. Других подошвы очень быстро отлетело. Есть одни кроссовки, которым уже лезет в 10 в этом году будет. Они все еще живы, но только на сухую погоду. Я читаю иногда в группе Арика. В одной из трех. И все три вместе. И даже что-то каменью. Кошка хочет сойти, да? Хочется вот эти. Хоть себе суды. Короче. Там по поводу кроссовок писалось. Ну, какая фирма нормальная и какая фирма не особая. Я думаю, может мне тоже Найк купить. Ну, как бы. Чтобы они, если они долго живут, чтобы они были совсем уж так навсегда. Та-да. Та-да. И тут у меня случаются кроссовки Найк от Наташи. Кошка, а тебе коробочка. Смотри, коробочка. Я тебе даже туда вот эти резиночки нафигач. Я их померила. Они 36 размера, но типа маломерки. У меня 35-й как раз в самый раз. Я обратно эту бумажку купила, сундучила. Тут, во-первых, сердечки. Во-вторых, шнурочки. Сердечки в виде вишенок. Я не знаю, может сейчас их нацепить на себя, да? Тут он даже еще это... Я, короче, пирожки еще не снимала. Куда бы это. Надо было, конечно, бы с фигней, которая вставляется, чтобы влезла нога. Что ты хоть жрешь, дурочка? Не надо это жрать, оно несъедобное. Но оно у меня и так влезло. У меня же там все пюшется, пюшется, да? И вот кошка везет эту резиночку. Будто жрать тебе, бедная кошка, нечего. В общем, меня приодели. Приягули. Дали сумочку. Я сейчас еще кое-что покажу. Тут что-то сладкое. А тут для кошки. Но мы же... Кошка-то особая. Я подозреваю, что мне придется сделать вид, что я это ем. Тогда она захочет сожрать. Потому что сейчас мы едим только то, что ест хозяин. Вплоть до того, что ну кто-нибудь может смотреть, что я там в мисочке наливала молочко. На стол ставила, чтобы она попила. Потому что когда я эту мисочку ставила на пол к еде, она не пила. Она пьет только, когда вот я уже сплю. А ей, видать, приспичило поесть. А я сплю. Ей приходится уже есть. С голодухи то, что стоит там. В общем, я тут ногтем отсобачила почти пакетик. Это снеки для животных. Мелкое печенье для кошек. Тунец курица. С нормальным таким составом. И оно будет потом перво вскрыто отдельно. Пух. А тут у нас... Где-то у меня ножичок был. Вах-вах-вах. Вах. Ух ты, тут что-то такое интересное. Раишки в шоколаде. Никс. Во. По-моему, тут целый килограмм. Судя по руке моей. Да, тут целый килограмм. А, обалдеть. В общем, ой, а что нам с моей подружкой и ее мужем к чаю попить на мое день варенье? Я решила к вечеру друзей позвать в гости. Как бы я хотела двух подружек. Но одна что-то не может и придет другой день. Хотя, может быть, и сможет. Короче, как-то так. Вот у меня друзья на день варенье придут. Хотя, вот я сегодня узнала, что очередной раз, что сорок лет не отмечают. Потом узнала, что это суеверие православное. Потом узнала, что сама православная церковь против суеверия православного. Короче, сколько людей только мне. И я сказала близкому родственнику. Ну, я не православная, поэтому все нормально. Она говорит, что твоя мама мне сказала на мои сорок лет не отмечать сорок лет. Я говорю, прости мою маму, она не со зла. Так вот. Вы можете в комментах поделиться своим мнением насчет, отмечали ли вы свои сорок лет, если вы меня старше. Или будете ли вы отмечать, если вы меня младше. Спасибо, Наташенька. Я это саду достану, да. Ну, то что я тут? То этой самой показываю. Во. Я говорю, во, в камере. Окошка смотрит на меня, типа, что тут такое. Достала. Знаете, окошка, еще коробочку. Вот. Это, наверное, даже можно по АСМРить вот так вот. Тут оно всякими такими кружочками, сердечками. И еще какими-то штучками. Вот, зрители, мой обзор. На что я тут наступила, на эту фигню? Подарочков на день варенья. На мои сорок лет. А тут пишите Наташи. Если зритель, хочешь поддержать канал, Ден Бот Облаком. Если не хочешь поддержать канал, но хочешь иначе, можешь поставить палец кверху, подписаться. Если еще не подписана. Если умеешь в ВПН, подпишись на мой инстаграм. И пролайкай последние посты. Мне будет приятно. Ну, и это как бы что. Спасибо за просмотр. Желаю тебе всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok